МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашем выпуске. Перспектива на будущее. Состоялся совет по стратегическому развитию. В помощь дольщикам в Чувашии создают региональный фонд защиты прав участников долевого строительства. Умные технологии. В Чувашии открылся всероссийский фестиваль энергосбережения. Все идет по плану. Речь о реализации национальных проектов Республики. Как исполняются задачи, обозначенные в майском указе президента, сегодня обсуждали на заседании Совета по стратегическому развитию. Давайте проведем заседание Совета. Довольно большое количество вопросов. Это необходимо для того, чтобы сверить планы и расставить приоритеты. За полгода в рамках национальных проектов правительством Республики была проделана большая работа. Ключевая региональная программа развития малого и среднего бизнеса на селе. В январе июля 2019 года количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, составили 138 человек. Перевыполнение плана пока идет на 14%. Прошу поддержать. То есть угроз невыполнения нет, мы перевыполнены уже пока. За три года ко всем социальным объектам региона подведут высокоскоростной интернет. Вырастет и доля тех, кто получает госуслуги удаленно, в электронной форме. Это задачи национальной программы «Цифровая экономика». В ее рамках готовят и квалифицированных специалистов. Провести повышение квалификации и переподготовку для «Цифровой экономики» тоже они рассчитаны в полном объеме и в принципе будут охватывать все целевые группы до конца, как раз за три года. В рамках национального проекта в республике должно поэтапно вырасти количество приверженцев здорового образа жизни. В планах строительства новых спортивных объектов. В следующем году в Чебоксарах будет открыт региональный центр по хоккею. По итогам 2018 года обеспеченность населения объекта спортивной инфраструктуры всех типов составляет 78,3%. Готовиться к следующему году необходимо уже сегодня. Для реализации проектов, запланированных на 2020-й, должны быть разработаны правовые документы и проведены конкурсные процедуры. Декабрь – самый крайний срок. Желательно уже сегодня объявляться, потому что в законе уже 2019 года все садики 2020 года стоят. Председатель кабинета министров Иван Моторин отметил, что одна из приоритетных программ для муниципалитетов – оздоровление Волги. Проектам необходимо пройти конкурсный отбор. Есть у нас проекты очистных сооружений, еще какие-то вещи. Все это может принимать участие в конкурсе. А сегодня не видно активности. По крайней мере, сейчас вот опять запрос пришел для того, чтобы мы сформировали заявку на участие в конкурсе. А фактически у нас нет проектов с вами, нет актуальных экспертиз. То есть вот, ну, за исключением, наверное, города Чебоксаро более-менее там нет. До конца этого года на то, чтобы реализовать национальные проекты в консолидированном бюджете предусмотрели свыше 10 миллиардов. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Заводы и компании «Чувашия» при расширении производств могут претендовать на дополнительные налоговые льготы. Условия господдержки предприятий обрабатывающей промышленности обозначили сегодня на заседании Кабинета министров в Чувашии. Расширяя производство в Чувашии за счет инвестиций и организуя новые рабочие места, предприятия будут получать новый вид господдержки. Проектом закона устанавливается ставка налога на прибыль в размере 8,5% вместо 17. Сумма вычета не может превышать 50% расходов на приобретение основных средств. Подобная форма господдержки вводится по всей России. Однако частные условия Федерация оставляет на усмотрение регионов. В Чувашии проект обсуждался с местными предпринимателями и на инвестиционном совете. Пришли к выводу, что в первую очередь необходимо включить обрабатывающие производства. И второй момент, вопросы были касательно согласования с Советом по инвестиционной политике. Но потом мы все эти равногласия сняли. Это учитывая обращение Хевилу, завода Чапаева и Лара. Среди условий сумма инвестиций должна превышать 50 миллионов рублей. К тому же завод или фабрика должны существовать на российском рынке не первый год. Проектом закона данная форма государственной поддержки предусмотрена для инвесторов организаций, зарегистрированных на территории Чувашской Республики не ранее, чем за три года до дня подачи заявления. А также организациями, зарегистрированными за пределами Чувашской Республики в отношении их обособленных подразделений на территории Чувашской Республики, имеющих отдельный баланс. Проект закона приняли, правда, с оговоркой, что стоит еще доработать некоторые условия. Например, распространить новую форму поддержки и на бизнес, готовый прийти в Чувашию. Ирина Волкова, Игорь Зверев, Республика. В помощь дольщикам в Чувашии создадут региональный фонд защиты прав участников долевого строительства. Это поможет привлечь федеральное финансирование для завершения долгостроев. Проект закона сегодня одобрил Кабинет министров. Сейчас в Чувашии не могут завершить три дома. Один только начат в микрорайоне Соленоя. Два другие по Гражданской 6 и Калинина 83 уже возвели. Однако стройфирмы обанкротились, не введя многоэтажки в эксплуатацию. Эти дома включены в единый реестр проблемных объектов. А значит, можно рассчитывать на федеральные средства для завершения строительства. Согласно федеральному закону, регулирование обязательств застройщика осуществляется фондом за счет денежных средств, предоставляемых публично-правовой компанией фонд защиты прав граждан участников долевого строительства. Софинансирование на завершение объектов 94% – это средства публично-правовой компании фонд защиты прав граждан участников долевого строительства. И 6% – это средства республики. На территории республики запустили проект, который предполагает прием платежей ЖКХ в рамках системы «Единый платежный документ». Его партнеры – региональный оператор по приему твердых бытовых отходов из Сбербанк. Единая квитанция предусматривает оплату нескольких услуг – кварплата капремонта и сбора отходов. При этом применяется единый двумерный QR-код, по которому оплачивается одна сумма. В проекте могут принять участие все организации ЖКХ. Именно они будут предоставлять интегратору информацию о начислениях в разрезе лицевых счетов в согласованном формате. Проект реализуется в рамках республиканской программы «Безналичная чувашия». Тем самым облегчается процесс оплаты услуг сразу нескольким поставщикам. Организации ЖКХ снижают расходы на печать, доставку квитанции, размер комиссии за проведение финансовых операций. Меньше станет случаев неплатежей и мошенничества. Перед днем города в социальных сетях чебоксарцы устроили флешмоб. На своих страницах горожане размещали видео с Петром Корняковым. В нем он рассказывал о своей мечте – познакомиться с пилотажной группой «Стряжи» и посидеть за штурвалом. А за исполнение мечты начинающий историк обещал летчикам помочь найти информацию о предках вплоть до начала 18 века. Сдержал ли он свое слово? Об этом далее. Я служил в военно-воздушных силах 40 лет назад. С того времени я мечтаю полетать на истребителей. В день города к нам прилетают в «Стряжи». Прошу жителей республики поддержать меня и поделиться этим видео. Все началось с того, что чебоксарцы стали делать репосты этого видео. Обратил на него внимание и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Так мечта Петра Васильевича осуществилась. С пилотажной группой он встретился сразу после показательных полетов над городом. Полетать на истребителе не получилось по состоянию здоровья. А вот посидеть в кабине и пообщаться с пилотами для этого противопоказаний не было. Ощущения очень хорошие. Спасибо всем за поддержку. Мечта осуществилась, а значит Петр Васильевич, как человек слова, должен выполнить обещание, которое дал в виде обращения. А пилоту, который поддержит меня в моей месте, я помогу найти его предков вплоть до 1700 года. Петр Васильевич всегда интересовался своей родословной и несколько лет назад даже поступил на исторический факультет Чувашского государственного педагогического университета. Начинающий историк признается, тогда на аэродроме испытал такие сильные эмоции, что совсем забыл взять контакты пилотов. Помочь с этим должны в администрации главы республики. Обращение Петр Васильевич уже отнес. Петр Васильевич, ваше обращение принято, будет рассмотрено, о результатах мы вам сообщим. Я решил найти род командиру Стрижи, Сергея Ивановича. Сначала я слежусь с ним телефоном и я хочу узнать, хочет или не хочет он. Скорее всего, ему будет интересно. Я думаю, я найду способы найти. Из биографии руководителя авиационной группы Сергея Осякина известно, что родом он из Магнитогорска Челябинской области. А значит, предстоит сделать запросы или даже съездить в государственные архивы этого региона. Так что работы у студента-историка последнего курса помимо диплома будет достаточно. Вместе ярче в Чувашии проходит Всероссийский фестиваль энергосбережения. Открыл его семейный праздник, который прошел в столице республики. О разумном использовании энергоресурсов узнавала Татьяна Леонтьева. Рисунок с жидким пластиком – первая ступень 3D-моделирования. Сначала ребята работают на плоскость, а уже потом создают объемные фигуры. По соседству – основа робототехники. Богдан с сестрой Аней собирают роботизированную ногу. Я уже занимался роботехникой. Сколько ты занимаешься? Я занимался целый год. А чем тебе нравится робототехник? Что там надо делать из конструктора, собирать, мастерить. Ребята помладше катают паровозик по рельсам. И это необычная игра. Так малыши учатся программированию. Вот здесь у нас стоит датчик, который определяет цвет. На дорожке мы выставили цвета. Вот синий у нас есть. Это был красный. И определяет цвет, он выполняет действие. Например, на синий он у нас сейчас поедет. Когда мы говорим об альтернативных источниках энергии, нам на ум приходят солнце, воздух и вода. Но мало кто знает, что электрическую энергию можно получить даже из вот таких вот фруктов. Правда, напряжение вырабатывается небольшое – порядка одного вольт. На этой площадке на примерах показано, как работает альтернативная энергетика. Обыкновенная механическая энергия перерабатывается, то есть поступает на моторчик и машинка ездит. А вот эти датчики – части системы «Умный дом». Она позволяет разумно и экономно использовать энергоресурсы. В случае, если пошла протечка воды, датчик сразу же сообщает об этом на телефон владельцу. Происходит мощный сигнал. Также информация сразу передается на модуль перекрытия воды. И в таком случае вода перекрывается, поступление в квартиру закрывается. Семейный праздник открыл фестиваль энергосбережения. Впереди – обучающие семинары, тематические уроки для школьников, экскурсии на предприятия и мастер-классы. Ельфий Ярче! Татьяна Леонтьева, Бахтиар Вилеев, Республика. Когда заходит речь о символах Чебоксар, в числе первых неизменно звучит имя герои гражданской войны Василий Иванович Чапаева. Фестиваль «Чапай зовет на чай» ежегодно проходит в августе. В этот раз его гости стали участниками исторической реконструкции эпохальных событий. Так, поговорим, друзья, отправились к своим женам. А тем временем их жжет уже с детьми на руках. Уличное представление – тренд нынешних праздников. Вот и в сквере имени Василия Чапаева прошел сразу два спектакля для детей и взрослых. Один из них – это история о жизни легендарного «Нач Дива». Как простой деревенский парень стал героем. Что этому предшествовало? Какие идеи бродили тогда в обществе, расколотом гражданской войной? Ради какой великой цели велись эти сражения? Ответы на эти и другие вопросы искали все участники праздника. Атмосферу начала 20 века воссоздавали члены исторического клуба «Русский егерь» и студенты художественного училища. В спектакле приняли участие студенты театральных вузов Москвы, Санкт-Петербурга, коллективы из нашего города. Но главные роли исполняли не только артисты. Полноценными участниками стали сами зрители. Именно они и определяли развитие сюжета. Вовлеченность во все мероприятия – главный принцип фестиваля этого года. Мастер-классы, сеансы шахматной игры, танцы по духовой оркестр, ярмарка мастеров и живой концерт. Артисты и зрители находились в едином открытом для всех пространстве. Они вместе пели, танцевали, рисовали и пили чай из настоящего самовара. С августа по декабрь в пяти регионах России пройдут всероссийские соревнования по национальным видам спорта. Старт далее в нашей республике. Сегодня в Заволжье прошел кросс по пересеченной местности, посвященной памяти первой олимпийцы Чувашии Арделеона Игнатьева. В нем участвовали около 300 спортсменов из 16 регионов страны. В том, что бегу все возрасты, покорный убедился Арифат Фаткулин. Ощущение скорости и дух соперничества. Первыми на старт выходят юноши. Борьба жесткая, никто не хочет уступать. Спортсмены преодолевают крутые спуски и подъемы. Соревнуются бегуны сразу на нескольких дистанциях. Самый длинный забег – 3000 метров. Первым в кроссе на 500 метров финишировал 17-летний спортсмен из Удмуртии Илья Волосевич. Тяжело, такие дистанции, не бегаю. Случайно, можно сказать, отобрался. Никаких нет мыслей. Вот именно это. То, что мыслей нет, когда бегаешь. Это и нравится. Бег, сцепляться свободой. Природной скоростью меряются и ветераны спорта. Ольга Жданова на соревнования приехала из Воронежа. Мне 60 лет будет. Я занимаюсь, можно сказать, с детства. У меня 12 внуков, 5 детей я воспитала. И все спортсмены. У нас очень долгие. По 14 часов мы ехали на автобусе. Почему? Ой, нормально. Нам всем очень понравилось. Гостеприимный город. И вообще здорово. Здесь люди замечательные. Природный рельеф и песочная трасса делают формат забега более зрелищным и динамичным по сравнению с бегом на Манеже. Среди юниоров до 20 лет чувашская спортсменка Глафира Петрова из Ядринского района пришла второй. Было довольно необычно бежать. Я по пересеченной местности еще ни разу не бежала. Такие странные ощущения. Тут есть подъемы и спуски. Очень непривычно было бежать. Боялась упасть, споткнуться. Чувашия ворвалась в мировую элиту 67 лет назад. 19 июля 1952 года в столице Финляндии был Донстарт 15-м летним Олимпийским игром. В составе сборной Советского Союза и был уроженец деревни Новая Тедеряково Яльчикского района Ардальон Игнатьев. Очень приятно, что на родине известного олимпийского чемпиона Ардальона Игнатьева проводится ежегодное соревнование. Приятно видеть множество людей, что они занимаются легкой атлетикой, ведут здоровый образ жизни. Он проложил дорогу на мировой уровень наших спортсменов. Он показал, что все возможно даже с глубокой Чувашской деревни добиться таких результатов и выигрывать. Без обидных промахов на кроссе не обошлось. Для кого-то критическими стали секунды промедления на старте, кто-то упал на трассе. Но спорт есть спорт. Лучшими в нем становятся самые собранные, сильные и выносливые. Рифат Фадкулин, Валерий Рязюков, Республика. 45-й мировой чемпионат WorldSkills Russia 2019 завершился. Церемонии закрытия и улове нашей сборной Юлия Важенина. Четыре дня, 63 страны, более 1300 участников, 7 терабайт интернет-трафика. Так выглядит мировой чемпионат в цифрах. Молодые профессионалы со всего мира боролись за шанс выиграть медаль в одной из компетенций. Все дни соревнований на площадках направления кипела работа. От столярного дела до флористики, от парикмахерского искусства до электроники, от кузовного ремонта до хлебопечения. Лучшие из лучших в своей стране соревновались в 56 компетенциях. Готовиться к чемпионату участники начали еще пять месяцев назад. На базе учебных заведениях страны они оттачивали свое мастерство. Например, в столице Чувашии тренировались участники национальной сборной по компетенциям кондитерское дело и электроника. Требования к организации чемпионатных площадок у нас очень высокие. Мы используем только современное, наиболее актуальное оборудование и расходные материалы. Соответственно, если мы здесь работаем, это говорит о том, что все есть. Чтобы соревнования прошли на высоком уровне, участники, организаторы и волонтеры всегда должны были быть на связи. У оператора чемпионата компании «Мегафон» уже есть опыт эффективных технических решений по обеспечению крупных международных событий, качественной мобильной связью и интернетом. «Мегафон» инвестирует значительные средства в строительство и модернизацию сети, приобретает частотный ресурс. Благодаря этому третий год подряд компания получает статуэтку лидера международного сервиса «Спид-тест» за самые высокие скорости мобильного интернета. Мы действительно признаны во всей Российской Федерации самым быстрым императором с точки зрения скоростей. Мы являемся обладателями самого широкого спектра в Российской Федерации частотного. Особая цель «Мегафона» на мероприятии – знакомство с молодыми специалистами цифровых профессий будущего. Поддерживая чемпионат, компания приглашает участников на стажировки. Специально для стимулирования цифровых стартапов и перспективных специалистов в «Мегафоне» создана технологическая песочница, куда принимаются самые интересные проекты и идеи. Наша компетенция привлекательна тем, что в нее входят практически все IT-компетенции данных площадок и данного WorldSkills по профессии. Потому что здесь у нас и аналитика, они должны анализировать то решение, которое необходимо разработать для компании. Второе, они должны разработать мобильное приложение, они должны разработать приложение дестопное. После полученных аналогов данной компетенции, они могут пойти не только в компанию работать, но и в любое государственное, либо частное предприятие, где можно решать любую автоматизированную проблему. В соревновательные дни позади участники сделали все от них зависящее, чтобы получить заветную медаль. 14 золотых, 4 серебряных, 4 бронзовые медали и 25 медальонов за профессионализм – таков улов национальной сборной России. За высшее мастерство отметили и участник из Чувашии Евгения Краснова. Таким образом, команда нашей страны обеспечила себе второе место в медальном зачете. Первая досталась сборной Китая, третья – Южной Кореи. Следующий чемпионат мира WorldSkills Competential пройдет в Шанхае в 2021 году. На закрытии церемонии Россия передала флаг эстафеты мирового первенства Китаю. Там, где живет любовь, ближе станут звезды, расскажут нам о том, что это я и ты. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика, из Казани. Такой стала эта среда, 28 августа. Далее для вас полезная информация. А я на сегодня прощаюсь. Главные врачи стоматологических клиник Приволжского федерального округа и Центральной России собрались в столицу Чувашии. В Чебоксарах прошло заседание Клуба успешных руководителей. В качестве примера современной цифровизированной стоматологической организации, которая работает по европейским стандартам, гостям представили клинику «Дентомед». К нам приехали более 50 главных врачей со всего Приволжского федерального округа. Это очень такой полезный формат для всех, как для встречающей страны, так и для гостей. Тут ведь самое важное то, что мы общаемся, у кого какие вопросы, какие проблемы, пути их решения, совместными усилиями. Мы в такой неформальной обстановке достигаем нужного результата. На базе «Дентомед» руководители клиник обсудили координацию работы персонала, зоны ответственности заведующих отделений, развитие в социальных сетях и другие темы, которые работают на главный принцип любой современной стоматологии. Врачам лучшие технологии, современное оборудование и возможности для развития, пациентам улыбки. С этой компанией, компанией «Дентомед» мы знакомы 20 лет, работаем 20 лет. Это тот образец, наверное, учреждения, который достоин подражания. Это клиника, которая сделана, с одной стороны, для людей, а с другой стороны, она сделана для врачей-специалистов. И те, и другие здесь чувствуют себя очень комфортно. Пациенты чувствуют спокойствие, профессионализм, а доктора имеют все условия для профессиональной работы. Я очень часто езжу в Германию, в Израиль, в Америку. Вот эта клиника, она настоящего европейского, мирового уровня. Здесь не просто все построено по современной логистике. Здесь все идеально, здесь все современно, здесь все эффективно. Заседание клуба успешных руководителей совпало с празднованием 550-летия столицы Чувашии. Так что к образовательной программе участников форума добавилось культурное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова